Доброе утро! Для наших маленьких деток. Мультфильмы? Вы узнаете о бумажных бургерах по цене 4 тысячи долларов за штуку. О суперкрутых кухонных гаджетах, которые сами способны приготовить для вас обед. Мы побываем на показе украинского дизайнера. Узнаем о том, на что пошел Ди Каприо ради Оскара. Конечно, многое-многое-многое другое. Начинаем. Ой, как сегодня хорошо. 5 октября. Обожаю этот день. Я что-то пропустил? Тебе день рождения сегодня? Костя, день рождения у меня 10 июня. Запомни, пожалуйста. Но каждый день нашей жизни по-своему бесценен и прекрасен. И 5 октября не исключение. Чем запомнился этот день в истории? Давайте смотреть. Сегодня в мире отмечают День Учителя. Это профессиональный праздник всех преподавателей и работников сферы образования. Официальная дата в 1994 году была введена ЮНЕСКО. Хотя идея праздника зародилась еще в 19 веке. Его цель – привлечь внимание к роли и заслугам педагога в процессе образования и развития общества. Учитель – одна из древнейших профессий. Первые учебные заведения появились в странах Древнего Востока еще в 4-5 тысячелетии до нашей эры. Сегодня День Учителя отмечает более 100 стран. В Украине праздник не привязан к конкретной дате, а традиционно проводится в первое воскресенье октября. Однако большинство школьников поздравляют своих педагогов заранее. Дети дарят цветы, устраивают концерты и театральные постановки. Для многих школ актуальна традиция дня самоуправления, когда старшеклассники проводят уроки для учеников младших классов. По данным Института статистики ЮНЕСКО, чтобы обеспечить детей начальным образованием к 2030 году, странам необходимо привлечь дополнительно более 3 миллионов учителей. 95 лет назад в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник психологических рассказов под названием «В наше время». Хемингуэй до этого уже публиковался в американском журнале Poetry с шестью стихотворениями, а в Little Review вышло несколько его прозаических миниатюр. Но первой отдельной книгой писателя стало именно Нью-Йоркское издание «В наше время». Оно состояло из 14 историй, самые известные из которых – «Индейский поселок» и «На Биг Ривер». Все рассказы сборника так или иначе связаны между собой, поэтому в одной из первых рецензий в наше время назвали фрагментарным романом. В основе сюжетов книги – Первая мировая война, испанская корейда, отчуждение и боль утраты. Многие рассказы автобиографические, некоторые описывают опыт близких друзей американского писателя. Несмотря на серьезность тем, книга пронизана иронией и содержит множество подтекстов, ведь Хемингуэй считал, глубокий смысл истории не должен быть очевидным. Сборник оказался настолько популярным, что его четыре раза переиздавали. Я лечу, Джек. 45-й день рождения празднует голливудская актриса Кейт Уинслет. Она родилась в Великобритании. Ее родители, малоизвестные актеры, постоянно искали заработка в других сферах, когда не было ролей в театре и кино. Вопреки этому Кейт, которая еще страдала от насмешек сверстников из-за лишнего веса, мечтала о сцене. В 11 она поступила в школу актерского мастерства. Подростком играла в театре и снималась в рекламе. Ее дебют в кино состоялся в 1994-м в триллере «Небесные создания». Юная Уинслет так впечатлила коллег, что ее наградили премией Общества кинокритиков Лондона. Всемирное признание пришло к ней после роли красавицы-аристократки Роуз в одном из самых кассовых голливудских фильмов-катастроф «Титаник». Дальше Уинслет так часто номинировали на кинопремию «Оскар», что она вошла в книгу рекордов Гиннеса, как самая молодая актриса, попавшая в шорт-лист шесть раз. Свою долгожданную статуэтку британка получила за главную роль в драме «Чтец». Сегодня в фильмографии актрисы более 40 работ разного жанра, от исторической драмы до научной фантастики. Кейт Уинслет – приверженка вегетарианства, этичного обращения с животными и бодипозитива. Она запрещает корректировать свою фигуру в глянцевых журналах и выступает против общепринятых стандартов женского тела. А формы актрисы вдохновили дизайнера автомобилей «Ягуар» на создание одной из моделей марки. А каким будет 5 октября 2020 года – зависит от каждого из нас.